Всем добрый день! Сегодня на обзоре чайно-гибридная роза Фредерик Мистраль. Этой розочке, этому кусту уже три года. У нас первая волна отцветения, июль месяц, третья климатическая зона Кировская область. Роза красивая, крупная, ароматная, в полном распуске цветок, до 15 сантиметров. Куст довольно высокий, раскидистый, в высоту ко второй волне у нас бывает вырастает до полутора метров. Цветет всегда обильно. Рост появляется большое количество. Было много побегов, я уже практически все вырезала. У нас были сильнейшие дожди, ливни. Многие цветы не загнивают, но вот от большого количества влаги внутри, они просто обламываются. Был целый букет, и все лежало на земле. Эти крупные цветы, полностью напитанные водой. Ножка довольно толстая, цветоножка, поэтому она не гибкая, не склоняется, а просто обламывается. Роза ароматная. Аромат 9 из 10. Сорт обладает прекрасным здоровьем. На прямом солнце на жаре держится цветочек более 9 дней. Дождем не сказала бы, что пурдится, сказала, что обламывается. Сами цветы не теряют своих декоративных качеств. Роза Фредерик Местраль. Продолжает цветение. Роза Эльф плетистая. Это один куст. Кустик молодой, 2 года. Цветок крупный. В полном распуске. Сантиметров 10-11. Нежно-лимонного цвета по центру. Внешние лепестки отгибаются, становятся более светлого цвета. В наших условиях она максимум вырастает ко второй волне. Метр 20-40. Пока еще куст молодой, со временем покажет себя. Роз много. Каждый побег заканчивается в среднем 3-5 цветочков. Цветок крупный. Ароматный. Стойкость средняя. Держится на прямом солнце на жаре. На прямом солнце на жаре держится более 5 дней. Прохладное время подольше. Дождем портится. Часть бутонов загнивают. И внешние лепестки теряют свое внешнее декоративное качество. Становятся немножечко коричневыми. Как на этом цветке. Ну, в целом, если их убрать, то будут смотреться вполне декоративно. Красиво. Плетистая роза эльф. Еще одна плетистая роза продолжает свое цветение. Не могу не показать. Сейчас подойду. Это роза Сандра Ренессанс. Куст тоже молодой. Два года. Ко второй волне высоту 1,5 метра. Жесткие, прочные побеги. Ее всегда сложно приложить к земле, когда укрывать под укрытие. Цветок крупный, на полном распуске. До 14 сантиметров. По цвету она очень схожа с розой Ловсунг. Нарядышком Ловсунг. И Сандра Ренессанс. Прям сходство один в один. По форме и стренью самого цветка у Ловсунг. Ловсунг более густомахровая. У розочки Сандра Ренессанс сам цветочек менее махровый. Иногда показывает серединку. В ближайшее время распустится еще одна красивейшая чайная гибридная роза. Это Топ Эксплорер. Большое количество бутонов. Раскрывается она медленно. Высокий бокальчик. Вот даже в таком состоянии уже роза находится третью неделю. Цветов много, бутонов много. Темно-красного цвета. В начале раскрытия цветы, особенно вечером, практически черные. Не знаю, камера передаст, но на солнце она прям светится. Такой золотистый оттенок присутствует. Розы имеют аромат в среднем, наверное, 4-5 из 10. Стойкость отличная. На прямом солнце на жаре держится более 10 дней. Даже больше, 2 недели держится. Цветы не загнивают. Края лепестков не обгорают. Но солнце. Очень неприхотливый сорт. Я была удивлена, что даже в наших условиях, в наших условиях, антироза прекрасно перезимовала эту зиму. Но намного лучше, чем многие другие чайно-гибридные розы. Роза сорт Топ Эксплорер. Начинает еще цветение еще одна чайно-гибридная роза. Это черри леди. Куст тоже довольно высокий. Ко второй волне у нас 1,20-1,30 метра. Цветов много. Цветок яркого цвета. Высокий бокальчик, густомахровый. Распускается медленно. Стойкость прекрасна. Держится более 10 дней на прямом солнце, на жаре. Дождем портится незначительно. От края лепестков тоже становится коричневого цвета. Но вот сам бутон не загнивает. Здоровая, прекрасная, зимующая роза черри леди. Эмили Бронте. Английская роза Давида Остина. Надумно цветет. Просто покажу, что рядышком. И, пожалуй, такого интересного рядышком ничего нет. Если есть у вас вопросы по этим сортам, пишите. Если понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok